Когда нас подбили дом, получается, крышу снесло. У меня ребенку 8 лет очень испугался. Сами понимаете, дом затрясся, слава богу, устоял. Мы уехали в Первозвановку туда, а как раз напротив моего дома, получается, наши мальчики, как я их называю, базировались. Ну и как-то так получилось, узнали, что медик, один раз понадобилась помощь. Она решила сменить привычный наряд на камуфляж, а туфли на военные ботинки. Словом, от ибаты шли девчата. Вспоминает, как впервые увидела пулевые и осколочные ранения. Оказывала помощь. Конечно, и спустя месяцы к этому всему привыкнуть невозможно. Но кто-то должен перевязывать и лечить, рисковать жизнью, чтобы выстоять. Говорит, здесь она, как и все, чтобы защитить своего ребенка, свой дом, свою землю. Нас не понимают. Люди думают, что мы какие-то тут бандиты, русскоязычные. Я, допустим, могу и на украинской мове размовляты. Честно говоря, не всегда понимаешь, почему они нас так ненавидят. Знаете, такое ощущение, что они ненависть к нам впитывают с молоком матери. Мы, допустим, своим детям не рассказываем, что какие они плохие, такие сякие. А они своим детям такое про нас расскажут, что мы тут такие террористы и бандиты, и все на свете. Они просто нас ненавидят. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, почему, за что, что мы им сделали. Мы на их землю не пришли, мы их землю не бомбили. Это они нас бомбят. Можно не верить в это, но я была замдиректора по учебно-воспитательной работе в лицее. Как здесь уже принято говорить, жизнь разделилась на до и после. С началом войны на Юго-Востоке Наталья ушла в ополчение. Теперь вместо учительской штаб, вместо сумочки на плече автомат. Освоила быстро. На передовую мужчины их, конечно, стараются не пускать, хотя желающих хоть отбавляй. Кто-то взял в руки оружие, а кто-то на месте, наши медсестры, которые работают по больницам. Наши девчонки, которые приносят просто кушать, работают с поварами. Разве это не героиня? Скажите мне. Речневый суп и картошку тушеную. Сама себя она называет повар ополчения, позывной Любаня. Так уж здесь принято. С первого и до последнего дня была в Славянске. У каждого на этой войне своя история, чаще семейная. В ополчении оба сына. Все начиналось-то с того, что пришла на блокпост накормить одного из них. Потом так и осталась в столовую. Начала готовить для всех. Нам досками забили стекла, чтобы нас не поранило стеклами. А готовить надо было, потому что минометный обстрел бывает, что не прекращался. Поэтому вот приходилось в таком. Это страшно. Это очень страшно. Слышать. Все это перешли, все это видеть. Но самое страшное, говорит, было не когда кругом разрывались мины, а когда один из сыновей выходил из окружения. Связи с ним не было. Старалась отгонять плохие мысли и просто молилась. Она знает, самое тяжелое на войне – это быть матерью и ждать. Ждать звонка с передовой, чтобы услышать. Все в порядке. Мама. Вот здесь от минометных обстрелов укрываемся. Вот очень хороший вид. Очень часто это моя позиция. Анна была в ополчении тоже. Сначала поваром, потом стала минометчиком. На позициях, где станицы Луганская провела почти три месяца. Из этих окопов, конечно, видится все совсем по-другому. Прошлая жизнь, как сон. До войны работала на фабрике по производству пластиковых окон. Вспоминает, как зимой поехала в Киев, в Мариинский парк на акции против так называемого Евромайдана. А после госприворота вернулась в Луганск. О том, что будет война, и мысли не было. Но теперь помнит даже дату, когда решила уйти в ополчение – 2 июня. Я до последнего верила, что не будут по мирным стрелять. Но у меня вера пропала после первого же авианалета 2 числа на здание госадминистрации. Видите, когда людей на одеяло грузишь по частям, у меня был большой шок. Как война приходит в мирный город, теперь помнит каждый. И каждый по-своему. Во дворе этого роддома тоже разорвался снаряд. Но несмотря ни на что, врачи, медсестры и санитарки никуда не уехали. Напротив, кто-то переселился сюда. Работали безо всяких смен. День и ночь. Все вместе. Работали без света. Тем не менее, у нас были и свечки, и фонари. И не терялись. И обслуживали, и капали, и кололи, и роды принимали. Из палат тогда женщин переселили в коридор. Так безопаснее. О своем мужестве медперсонал не говорит. Отмахиваются. Это наш долг. Война войной. А будущим мамам нужна помощь и забота. Как бы там ни грохотало. Женщины непосредственно в роддом ложились. Даже абсолютно здоровые беременные женщины. Это просто для них была крепость. В которой можно было греться, питаться. И у нас работал генератор. Опять-таки, два раза в неделю мы его включали. Плюс операционный. Ну, то есть, это была какая-то более-менее цивилизация. Врачи вспоминают, старались, чтобы и в таких условиях была горячая еда. Готовили на костре, прямо перед роддомом. Что-то вроде солдатской кухни. За эти военные месяцы под звуки канонады в роддоме на свет появилось 184 малыша. И всякий раз плач новорожденного дарит то, чего порой так не хватает. Надежду. Конечно, все будет хорошо. А как по-другому? Должна же быть после черной полосы белая. Это же она уже. Начало положено, все хорошо. Пересидеть здесь всю войну и никуда не уехать. И как бы и родились, слава Богу. Не страшно. Жизнь продолжается, детки рождаются все равно. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует.